В Карелии такая станция появилась одной из первых в России. В 1933 году врач Исерсон совершил переливание крови, и с этого момента процесс пошел. За 65-летнюю историю этого учреждения изменилось здесь почти все. Если кто-то думает, что станция переливания крови является собой учреждение, где главенствует только вышеназванный процесс, тот ошибается. Здесь сдают кровь, как, впрочем, еще в 12 отделениях по республике. Но здесь же ее и перерабатывают, и рассылают по больницам Карелии. Обычную кровь сейчас нуждающимся пациентам не переливают. Делают упор на ее составляющие, эритроцитную массу, другие клеточные элементы и плазму. Кровь, она вообще не очень безобидная среда, потому что кровь содержит очень большой набор различных антигенов. И для того, чтобы подобрать полностью совместимую кровь, это очень сложно. Поэтому чем мы ее меньше переливаем, особенно эритроцитом, тем меньше, тем возможность осложнения при переливании эритроцитов будет меньше. Городу нужно в среднем примерно 8-9 литров плазмы в день. Есть дни, когда мы отпускаем по 13-15 литров свежего морозного плазма. Это много. Это, знаете, вот так вот, если прикинуть, так вот ведро у нас сколько получается? 10 литров. Да? Значит, полтора ведра. На станции бывают случаи, когда имеющегося количества не хватает, но это крайне редко. В донорах на станции никогда недостатка не было. Сегодня, например, здесь сдавали кровь 80 человек. Рекордное количество 700 на выездной работе в одном из районов. Сегодня мы у донора берем где-то в среднем 300 миллилитров. Значит, вот нам надо 3, но 3-4 донора для того, чтобы мы заготовили 1 литр крови. Почему же так охотно российский народ проливает свой укроз? Как всегда, нет хорошей жизни. Он получает продуктовый набор. Ага, бесплатно. Да, для него бесплатно. А что вы получаете? Ну, последний раз макароны давали, сосиски. Так до этого хороший паёк был, шоколад, консервы, мясные макароны, чай. А вы работаете? Сейчас пока нет. Кровь донор может сдавать приблизительно раз в месяц. Следовательно, ежемесячно он получает полкило фарша и пакет макарон или что-либо другое, например, шоколад. Но о сладкой жизни доноров говорить рановато. Как нам рассказали врачи, после 17 августа народ расстается с избытками крови особенно охотно. Ведь у каждого появились проблемы с бюджетом, в том числе и на станции. А у кого есть нет или есть проблемы с бюджетом? Это, конечно, нам сейчас очень сложно быть. Зарплаты, медикаменты, оборудование, донорские пайки – всё зависит от республиканского бюджета. В том числе проведение бесчисленных анализов крови на спид, сифилис, гепатит и безобидный гемоглобин, без которых не обходится ни один грамм собранной жидкости. Так что разговоры о том, что от беспросветной нищеты кровь стали сдавать и люди, входящие в группы риска, смехотворные и беспочвенные. Раньше это в основном, морально-этические, основные мотивы были. Но сейчас я не могу сказать о мне основные. А что же тогда сейчас? Знаете, что сейчас? Я думаю, что сложные финансовые положения, в том числе тоже. Потому что есть у нас и целые семьи, и это мы просто знаем, они приходят, муж, жена, иногда кто-то из детей. И они в этот день имеют какой-то доказательств к своему бюджету. Почетные доноры сдают 40 раз кровь или 60 раз плазму и получают взамен удостоверение, значок, коммунальные льготы, бесплатный проезд и льготное лекарственное обеспечение. Правда, есть свои но. С лекарствами нынче плохо. Государство оплачивать их не может. Ездить бесплатно карельские доноры могут только на территории республики. И все из-за бумажной волокиты. Сейчас, правда, этот вопрос двинулся с мертвой точки. И, может быть, в следующем году решится положительно для людей, которые так беззаветно отдают свой укроз на правое дело. В 43 раза сдала. То есть вы почетный донор? Да. А скажите, зачем вы сдаете кровь? Не знаю. Может, моя кровь понадобится кому-нибудь. Продолжение следует...